Налоговая льготу 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 А значит возможно модель частного государственного партнерства Выражается оно в предоставлении налоговой льготы Краевым правительствам предложен закон, который дает льготную ставку по налогу на прибыль Тем организациям, которые готовы будут потратиться на строительство Телекоммуникационной инфраструктуры в арктической зоне Красноярского края Для того, чтобы был волоконно-оптическая связь, то есть реальная, не спутниковая и очень качественная, необходимо, конечно, очень серьезное вложение государства. В данном случае, конечно, сейчас в связи с дефицитом бюджета не имеет такой возможности. И мы, конечно, эти льготы даем для тех структур, в первую очередь коммерческих, видимо, партнеров наших, которые помогут нам эту задачу решить. По тексту законопроекта предлагается облагать компании, инвестирующие в строительство интернет-инфраструктуры на севере края, налогом на прибыль по ставке 12,5% с 2018 по 2020 годы, а потом по ставке 13,5% до 2027 года включительно. Для сравнения, обычная ставка налога на прибыль – это 20%, срок действия налоговой льготы – 10 лет. Безусловно, от введения такой льготы бюджет не дополучит часть налогов, но это и есть, по сути, государственная инвестиция. Крайновой Министерство экономического развития подсчитал ее примерный размер. В днем снижения данных годов, консолидированного бюджета края, в результате предоставления льготного режима налогового обложения по налоговым университетам, а также в требованиях организации беданных и технологических обладательщиков за период 2018 по 2027 год, нами оценивается в размере 305 миллионов рублей или в пределах 40-50 миллионов в ежегодном исчислении. В министерстве проведена оценка эффективности планированного представления налогов и льгот данной категории налогоплательщиков, притерию социальной эффективности. По результатам оценки эффективности, льготное налоговложение будет иметь социальные эффективности. Да, здесь невозможно подсчитать именно бюджетную эффективность, то есть размер будущих поступлений, но речь скорее всего про социальные инвестиции. Это то самое устранение цифрового неравенства в буквальном смысле. Ведь сегодняшний спутниковый интернет для северян обходится в 6-7 раз дороже, чем жителям материка. Да при том, еще трафик строго ограничен по объемам. Если россияне в целом качают по 30 мегабайт в месяц на человека, то обитатели арктической зоны нашего края в 5 раз меньше – 6 гигабайт в месяц на человека. То есть ни о каком равном доступе к онлайн-библиотекам, справочникам, телемедицине, онлайн-обучению, государственным услугам в электронном виде и живому общению с миром на севере пока говорить не приходится. Социальный эффект очевиден, поэтому на совместном заседании комитетов по промышленности и по бюджетной политике краевые депутаты допустили законопроект о налоговых льготах до принятия в первом чтении. Но чистотехнические поправки возникли у экспертно-правового управления, то есть юридические моменты ко второму чтению поправят и, скорее всего, с января льгота заработает. Северные операторы связи смогут начать строительство современных широкополосных сетей ко всесторонней выгоде. Остался месяц до наступления крайнего срока уплаты имущественных налогов. Напомню, это 1 декабря. Про новшество этой налоговой кампании мы уже рассказывали, а сегодня в сугубо прикладном режиме напомним, как сделать уплату налогов максимально удобной и быстрой. Но раз уж у нас есть такая обязанность, как налоги за квартиры, машины и земельные участки, то пусть хотя бы она промелькнет максимально быстро, в один клик. Время для рубрики «Налоговый блокнот». У налоговой службы сегодня есть две основные задачи. Строгий контроль за налоговой дисциплиной и благоприятствование налоговой деятельности. На первый взгляд это звучит весьма противоречиво, но просто нужно разделять. Жесткий контроль за теми, кто уклоняется, а вот благоприятствование тем, кто законопослушно исполняет свои налоговые обязанности. Все просто. Плати налоги в полном объеме и вовремя, и тебе будут созданы все необходимые для этого условия. Недаром из всех надзорных ведомств именно ФНС первое внедрило, причем сразу довольно эффективно, онлайн-сервисы на своем портале налог.ру. Начиналось все с личного кабинета налогоплательщиков юридических лиц. Он позволял выстроить дистанционные отношения с налоговой службой, отправлять декларации, отчетность, проверять контрагентов и получать справки быстро и не покидая офиса. А следом появился и личный кабинет налогоплательщиков физических лиц с не меньшим функционалом. Это тот интерактивный сервис, который позволяет налогоплательщику получить всю информацию о своих объектах налогообложения, всю информацию о льготах, которые ему положены, о ставках, которые применяются для налогообложения налогом на имущество физических лиц. Там же посмотреть состояние расчетов с бюджетом за три предыдущих года. То есть все начисленные суммы налогов и все уплаченные суммы налогов. Соответственно, знать картинку по сальдо. В частности, сейчас обладатели личных кабинетов уже могут видеть свои начисления по имущественным налогам за 2016 год. Все это отображается на сайте в соответствующем разделе. Можно, кстати, и нужно зайти и проверить достоверность сведений. Не вменили ли вам лишнего, например, за давно проданную машину, и не забыли ли начислить за неучченные, например, закупленный в прошлом году участок. В этом лучше признаться, чтобы не получить потом штрафные санкции со всеми пени. И то, и другое можно тут же на сайте и сообщить в налоговую. У интерактивного сервиса в этом плане есть свое преимущество – оперативность. Если налогоплательщик у нас подключен к личному кабинету налогоплательщика и оставляет заявление либо обращение в налоговый орган, то мы это заявление рассматриваем в течение 20 дней. То есть это укороченный срок, то есть отличен от 30 дней. Сегодня на сайте работает уже три типа личных кабинетов – для юридических, для физических лиц и для индивидуальных предпринимателей. Всего доступно более 40 различных сервисов. Все составлено настолько полно и прозрачно, что открывается вся картина твоих финансовых взаимоотношений с государством, за что ты платишь налоги, почему, в каких объемах и по каким ставкам, на какие льготы можешь рассчитывать. Здесь же корректируешь, что необходимо, здесь же оплачиваешь. То есть практически вся твоя налоговая история представлена тут в электронном виде. В настоящее налоговое отделение придется прийти лишь один и, вероятно, в последний раз, чтобы, собственно, завести себе личный кабинет. Для того, чтобы подключиться к личному кабинету налогоплательщика, необходимо подойти в любой налоговый орган с паспортом, написать заявление и налогоплательщику выйдут парольную карту. Но необходимо помнить, что этот пароль необходимо поменять в течение месяца. Иначе налогоплательщику вновь придется прийти в налоговый орган за новой парольной картой. Примечательно, что для большинства функций на сайте достаточно будет только пароля. Вопрос более полной идентификации для физических лиц возникает лишь для отправки налоговой декларации. Например, если вы отчитываетесь подоходом или рассчитываете на получение налогового вычета. Но даже в этом случае можно обойтись без личных посещений налоговой службы. Личный кабинет налогоплательщика имеет еще такие преимущества, как отправку декларацию 3НДФЛ, если он оформил неквалифицированную электронную подпись. Это тоже можно сделать на нашем же сайте. Задать ситуацию «хочу оформить квалифицированную подпись» и выйдет полный инструктаж попунктно, как это можно сделать. Отсканировав декларацию 3НДФЛ, либо заполнив его в программном продукте по заполнению 3НДФЛ, который там тоже имеется, ее можно отправить электронно, закрепив подпись. В общем, кто единожды попробовал, попользоваться личным кабинетом налогоплательщика уже оттуда не уходит. Это хорошо видно по динамике пользователей. Если еще 2 года назад личный кабинет был только у 120 тысяч жителей края, то сегодня их уже 665 тысяч, прирост на 450%. А это только физические лица. Еще 10 тысяч личных кабинетов у юридических лиц и 19,5 тысяч у индивидуальных предпринимателей нашего края. Ну и еще несколько цифр. Если брать Россию в целом, то ежедневное количество посещений сайта налог.ру исчисляется уже миллионами. То есть это уже один из популярнейших сайтов, как ни странно. А сумма перечисленных гражданами налогов через личный кабинет с начала этого года уже перевалила за 8 миллиардов рублей. В общем, если вы все еще не там, то попросту теряете время во всех смыслах. На этом у нас все. Следующий выпуск нашей экономики через неделю. И в частности расскажем, зачем Центробанк взялся считать долговую нагрузку на граждан. И значит ли это, что теперь кредиты станет получить труднее. Так что не пропустите и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин